Новое крыльцо и отмостки, а также свежий фасад появились в доме 182 по улице Новосадовая. Все благодаря активной жизненной позиции его жителей и информации, которую они подчерпнули, посещая лекции проекта «Мой дом». Программа «Мой дом» начала работать в Самарской области по инициативе губернатора Дмитрия Азарова в 2021 году. На лекциях знания в сфере коммунального хозяйства получают старшие по домам, председатели ЖСК и ТСЖ. После запуска программы «Мой дом» активность жителей резко возросла, то есть у них появилась масса вопросов и они знали, куда обратиться. После обращения люди получали ответы и алгоритм действий для решения тех или иных проблем. Мы узнали взаимодействие работы с управляющей компанией, там обратиться, кураторы. Элементарный пример – отремонтировать крыльцо нашего подъезда. Обратились при управляющей компании, есть РЭО, это районно-экспертизационное управление, но их несколько по району. Это представители управляющей компании. Обращаемся к ним с нашим вопросом, составляется протокол. В протоколе перечня работ определяется. На основании принятых решений управляющая компания приступает к работе. Дом 182 по Новосадовой преобразился благодаря активности жителей, а также эффективному взаимодействию администрации городского округа Самара и ее структурных подразделений для решения задач в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Проект «Мой дом» призван повышать грамотность населения в части обслуживания многоквартирных домов. Он в помощь нашим жителям для того, чтобы им было понятно, как правильно взаимодействовать с управляющей компанией, ССЖ, как решать вопросы, если они возникают в части обслуживания имущества многоквартирного дома. Каждый житель города может повлиять на облик родного двора или дома и получить ответы на интересующие вопросы благодаря современной интернет-платформе ГИС ЖКХ. А еще в этой цифровой системе можно подавать показания счетчиков на воду и электроэнергии. Специалисты признают, ГИС ЖКХ позволяет каждый месяц сокращать долги по коммуналке в среднем на 5%. Александра Гусева, Виктория Шарея, Елена Чернявская, Константин Головин. События.